15 июля в отель «Капитан» выехала дежурная бригада пожарной службы. Загорелся верхний этаж отеля. Властям тогда пришлось эвакуировать 84 отдыхающих и расселить их в ближайшие гостиницы. После пожара хозяева гостиницы прикрыли изуродованный участок здания сеткой и продолжили принимать гостей. Сэкономили на безопасности людей и на собственной совести. Налог за пользование земельным участком по ДЖС в 68 раз меньше налога на землю под коммерческим зданием. Это, как никто другой, знает депутат городского совета Владимир Блоха. И по совместительству один из хозяев погоревшего отеля «Капитан», стоящего на земле под ДЖС. С 2006 года муниципальный бюджет недополучил солидную сумму, и это только с одного псевдожилого дома. А таких в Анапе немало. Советую всем перевести земли под целевое назначение и эксплуатации для коммерческого назначения. А будет, ваше знание, переводиться из ДЖС? Обязательно. Мы не против. Такая же история и с использованием других участков. У того же хозяина-капитана, депутата городского совета, еще пара участков земли на Бугасской косе, переданных Владимиру Блохе в аренду в 2010 и 2011 годах. На обоих, по документам, должны быть рыболовецкие бригады, но вместо них на депутатской земле высятся все те же коммерческие постройки – спальные корпуса для приема отдыхающих. Земельный участок используется не по целевому назначению. Он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Фактически на нем стоит отель-капитан. Собственникам подан пакет документов в администрацию на перевод целевого назначения по фактическому его использованию. При последней проверке Управление муниципального контроля установили, ограждая эти земельные участки на Бугасской косе, арендаторы прирезали к ним без 40 метров 30 соток. Согласно нового города, нового города среднего плана, все земли, которые находятся на Пеневском проспекте, это земли для коммерческого назначения. От гостиничного бизнеса, я так понимаю, что в дальнейшем жилья здесь как такового больше не будет. Лучше сразу, это одним махом, сразу все это перевести. Исправить ошибки никогда не поздно и переоформить здание и землю под ним по закону, как коммерческий объект. Но практика показывает, оформлять землю, а потом и строить на ней, изначально по закону, дешевле, спокойней и по совести. Депутат Совета Владимир Блоха уже подал все документы, чтобы привести свои земли и объекты в порядок и прекратить нарушать законодательство. Депутат всегда пример для своих избирателей, а значит есть надежда, что в ближайшее время те, кто еще живет не по закону, станут на путь исправления. Ведь недополученные бюджетом налоги – это недополученные напчанами дороги, детские сады, школы и благоустройство. А так быть не должно, считают власти города. Закон должен быть един для всех. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Артем Зиборов. Анапа. Регион.